Случилось это давно еще в советское время, в одном из далеких северных городов, где пришлось мне провести несколько беззаботных детских лет. В промышленном городе почти все взрослое население так или иначе было связано с главным предприятием, поэтому все дети получали билеты на одну и ту же новогоднюю елку, ждали этого события, конечно же, очень. Это не Москва, не Ленинград, где развлечений в советское время хватало, а в северном городе широкие пустынные проспекты, метель. Окна домов слабо тлеют по ночам и только северное сияние на все небо. Дети считали дни до того момента, когда придет добрый дедушка Мороз и одарит их сладкими подарками из большого красного мешка. И, конечно, всем хотелось праздника. А родители старались нарядить детей получше, девочек красиво причесывали и завязывали им банты. Никому не хочется, чтобы его ребенок выглядел хуже остальных, поэтому наконец-то давали надеть привезенное из Москвы платье, доставали из ящиков цветные колготки из Прибалтики и яркие румынские гофточки. В зале ДК яблоку негде было упасть от нарядных ухоженных детишек, которые горящими восторгом глазами смотрели на большую новогоднюю елку, всю в мишуре и огоньках. Дед Мороз был здесь в длинной синей шубе с серебряным узором. Он высылся возле елки и оглядывал детвору из-под ладони затянутой вышитой варежкой. А сейчас мы попросим родителей выйти и отправимся в волшебное путешествие, поставленным баритоном возвести он. И детишки загалдели в предвкушении. Родители ждали детей в холле ДК. Некоторые выходили на улицу, но быстро возвращались. Мороз, метель не давали даже дышать нормально. Из зала слушалась музыка, детский смех, традиционное призывание снегурочки и, конечно же, елочка гори. Многим вспоминалось и свое детство. Куда более скудное на события. Как хорошо, когда дети смеются. Двери зала распахнулись, и детвора с подарками посыпало наружу. Радостное море заполовило холм. И восторженные рассказы перемешались с выкрикиваниями имен тех детей, которых родители пока не встретили. Но вот постепенно гардероб пустеет, расходятся семьи по домам. И только несколько родителей в растерянности озираются по сторонам. Их дети так и не вернулись с праздника. Утром следующего дня, после метели, наладили телефонную связь. Позвонил приглашенный в качестве Деда Мороза человек из театрального коллектива. Извиняется, что вчера не смог доехать на елку из-за завалов на дорогах. И можно ли все как-то уладить и перенести елку на сегодня? В ДК полно милиции. Заплаканные родители снова и снова рассказывают, как отправили детей в зал, как искали их после. И что было на них тот день надето. Тем вечером пропало восемь детей в возрасте от шести до девяти лет. Трое мальчиков и пять девочек. Тело семилетней Тани Осиповой обнаружили уже к лету, когда сошел снег. Она лежала в стороне от железнодорожной насыпи со связанными руками и ногами. Очевидно, снег ее бросили, еще живой. Опознали девочку по остаткам праздничного платья и протезу глаза. Ведь за год до того Танечка выбила себе глазик в юбку. Следователь предположил, что Деду Морозу нужны были только здоровые дети. Поэтому он и выбросил Таню. Семерых оставшихся детей так и не нашли.